В нашем регионе тестирование школьников на наркотики не новшество. Еще год назад мы вместе со специалистами подводили итоги огромной работы. Каковы же результаты, какое количество детей и взрослых принципиально отказываются проходить тест и, собственно, для чего. Но тогда вместо привычной многим анкеты был медицинский тест, аналогичный тесту на беременность. Теперь же школьникам и студентам предстоит пройти долгоиграющую двухэтапную процедуру. Мы провели небольшой опрос, что по этому поводу думают студенты-медики. Я считаю, что это правильное решение, правильно необходимо делать тесты. Школьники часто начинают принимать наркотики, и поэтому бывает необходимо в таком раннем возрасте, даже в средней школе проводить такие тесты. Считаю, что это очень даже правильно и нужно проводить. Я думаю, если эта проблема выявлена, то лучше на ранней стадии обратиться к врачу за профессиональной помощью, может быть, к помощи психологов и заняться своим ребенком, в первую очередь родителям. Впрочем, заставить учащихся согласиться на эти тесты никто не сможет. Они исключительно добровольные. Если речь идет о подростке до 14 лет включительно, то согласие на тестирование должен дать один из родителей, причем в письменной форме. Не дожидаясь подписания закона, Минздрав заранее разработал и опубликовал у себя на сайте опрос учащихся, рассчитанный на детей от 10 до 18 лет. Прочитав вопросы, блогеры встали на уши. Так, в анкете перечислялись 12 наиболее распространенных групп наркотических веществ. От широко известных амфетаминов, героина и кокаина до менее популярного оксибутирата натрия. Составители также снабдили некоторые виды наркотиков их сленговыми наименованиями. Винт, спиды, эфедрон, травка и так далее. В вопросах содержались и подробности того, как именно и в каких вариациях их следует употреблять. В частности, школьникам задавались вопросы, пробовали ли они ингалянты, клей, аэрозоль, бензин или алкоголь в сочетании с таблетками для необычных ощущений. Многие родители тут же заявили, что подобные вопросы содержат в себе скрытую пропаганду наркотиков и тестирование будет иметь обратный эффект. А у некоторых родителей есть и другие личные причины отказаться от тестирования. Они могут бояться именно за реакцию своих детей. К тому же некоторые дети, может быть, страдают какими-то заболеваниями, принимают какие-то препараты. И родители не хотят, чтобы другие люди считали их детей ущербными в чем-то. И скрывают этот факт. Пока ясно одно, чтобы сделать эту процедуру более понятной и в первую очередь полезной, Минздраву для начала нужно пересмотреть список своих вопросов.